Хвала Христу, дорогие браты и сестры! Вітаю вас на черговым дню наших аргентовых марийных разважений. И тема сегодняшней нашей встречи, маленькой встречи, это «Молитва Марии». Будем сегодня поговорить с вами про молитву, кучу Божий Матю. Итак, когда я спросил всех из вас, даже самого маленького, что такое молитва, то все, конечно же, хоры, так как учились сестры, катехетки на катехезе, скажут, что молитва – это диалог человека с Богом. Прыгожая терминология. Я нам не верю, не подавается, давайте прийдем и застанемся. Диалог с Богом. Это действительно такая инструкция о молитве, которая должна существовать в нашем молитвовом жизни. Мы должны память о том, что мы не разговариваем с собой, хотя часто так приемно не поразмовлять с мудрым, разумным человеком. Но все ж таки молитва – это момент, когда мы скировываем что-то в направлении Бога. И ждем так само от его некоторых отказов. Альбо на начале слушаем его и даем отказ ему. Это и есть перспектива диалога. Когда с одного боку идет размова, и с другого – как отказ. Когда две особи один одну слухают, одну одну в размове поддерживают. Это и есть суть. На жаль, наша молитва, как диалог, сейчас не выглядит по-разному. Сами доброведуем, что сейчас наш диалог становится самоналогом. Потому что мы в полном смысле начинаем разговаривать сами с собой. Закидывать же Пана Бога тем, что мое, что джонное. То, что коронавирует все мои проблемы, все, что есть только. В этой верьме часто является омаль 80% нашей молитвы. Не кажу про уши, как никто не покрылся. Аль давайте так само будем казать правду. У большинства случаев мы любим поразмовлять с Паном Богом так, что просто выказываем, выплескиваем то, что интересует нас. Интересно. А если мы задаемся вопросом, а почему мы знаем, что хотел поразмовлять Бог? Потому что он в этом диалоге, в молитве, напевно хочет нам сказать что-то про ту тема, которая является действительно фундаментом Бога. Что-то высокое, про Володарство Божое. Это значит про себя, про свои хлопоты, про свои мары, про свои ждания на нас. Это нас интересуют темы, которые хочет у диалога порушить Бог. Мы просто так заглушиваем, делая только губ и колер своих потребов и своих заинтересований. Часами есть такие ситуации, когда ты еще встречаешься, например, приходим у гостя до нашего села, который запросил нас на помощь субстрицу. Может, это день на рожжение, некий юбилей, просто некая субстрица, где собралось отшимать сяброу этого человека, о которых мы не знаем. И вот их большинство, а ты один. И они начинают проводить диалог, начинают порушать те темы, которые наибольшие действия находятся их, вспоминают те события, которые переживали разом. Но ты не имел у них уделы. Поэтому не знаю, что это, не знаю, что это тема, а чем это тема, которые они порушают, показывают на твою некомпетентность, ты не знаешь, что отказать, как поддерживать эту тему, уводят тебя в полную такую ступор. И в таких ситуациях мы, случайно, робим две вещи. Первая, альба у таким диалогу начинаем переводить тему, ну, я дома на ту и тему, яка наибольшая действия лежит до моего сердца, как действия так само поразмолять, показать, что я так само что-то ведаю, показать, что я тут и сную, а не просто действия сяжу, альба просто показать действия полную такую свою незадовольность и не зацекавимать гэтыми людьми и гэтой тематкой, яку ее не порушают. И тому можно сесть и действия сабе, на депанчик, тихенько сядеть и казать, что я не маю шин с ними поразмовлять, я некомпетентный у гэтых размобах, мне тут не цекава, не хапая тых людей, за кими я бы мог по-саправному действия поразмовлять. У молитве, у диялогу за нашим наймилейшим спарытелям часами ущо выглядяя ну просто идеально так, як я сказал только что. Бо он, який хоча нам донести вельми важные темы, темы про збауленья, темы про святость, темы про бескорыстную любовь, про лагодность сердца, про пробачення, мы здесь и пачинаем игноровать, потому что мы чуемся себе альбо некомпетентными, не маем такого досвиду, альбо они нам не цекавыя. И робим две рэчи, переводим тему, то значит просто пачинаем казать тое, что меня не цекавыть, тое, что меня не кранае, альбо пачинаем просто маучать, не протягивать эту тему, не забирать никакого голоса. Такая молитва набирая просто такой пресности, и она просто такая, для того, как побыть, как никого не покрыл деть, бо я не пойду от сёль, хоть мне тут не цекава, аль я побуду, я помалюся, Язу Хрысте, вось тебе гэтая молитва, вось гэта такая бая падачка, как ты не казал, что я не молюся, инши в уголе навэт не прышли, а то, что я не хочу зараз размовлять на гэту темы, ну, гэта мая справа, мне гэта не цекава. Я люблю размовлять про тыя рэчи, яке я цекавец мене. Вось таки, вось я. Мінавіта Мария, про якую мы разважаем подчас гэтых адвентовых, коротких сустреч, для меня являюцца таким прикладом особи, якая умея вести диалог з Богом, якая умея дзясті патрымаць размову з тим, які разпочынае з нами часами тяжкіе, а часами такі узнёслые темы. Могу, это Бог, ягонае темы, яны вельмі прыгожые, а ях трэба зразумець, ях трэба выслухаць, у ях трэба взяць у дзела. Прыгожым диалогам з'являець момент звіставань, каўі хвала Божая, апостаті Габриэля, прыходзіць до Марии і разповядая пра планы Божі. Яна чуя вельмі узнёслую, вельмі тяжкую для яе тему ад Пана Бога. Яна, канешні, жа магла заблакіравацца, закрыцца, скаць, так, я нічоа не веду, я нічоа не знаю, ведаць, это ўсё так тяжка, я маленькая, неадыкованная, слухаць, у меня зараз будзе свадьба, даваць не будзем зараз вось так вот ўсё усугубляць, ўсё рабіць такім складаным, даваць я просто буду такая пабожная жадовская жанчына, нарэжаю кучу дзяцей Юзефу, мы будзем хадзіць перегрымка ў Ярусалімскі храм, ўсё будзе добра, альбо магла просто дзеці піравіцці стрэлкі, Габриэлю сказаць, ка Габриэль почынаю распаўдаць, што ты станеш маці, збавіцеля, ты ўго назавеш Йесус, Месіў, гэтак далі, я намагла скаць, слухай, а ў мене тут такая праблема, нема грошы, нема за што засеять поле, гэтак далі, а можа, калі ўже там ўжу Бог хоццаць свои планы празменіні як зрабіць, то ёмні загадта, што сі яшча дасть. Давай с тобой паразмавляем пра мае патрэб, пра мае зацекавлінасці. Маці Божа, як мы добра відаем з Йвангелія, навіта і не так, і не так не зрабіла. Яна паступіла, як саправнае дачка Божае. Яна паступіла ў такім духу саправны маліцве і дзялогу, бо яна з Габриэлем не маучама, почала весь ці дзялог. І то, што дзецті яе пераузвышала, што було для ёй вірмі такоя складаная, яна так не баялася парушыць і так сказаць. Відзіць, ну, ято ўсё так добра гучыць, але, наприклад, ну, прабаць, я не ведаю, немаю чому жа, як я там затяжам. Ну, растумачь, мікалі, ласка, не? Яна не пабаялася здаваць пытанні, бо ў гэтым дзялогу було чуваць зацекавлінаць планам Божам, што гэта не просто тое, што трэба так вот альбо выканаць, альбо выслухаць ўже, раз Бог хоча выхаварацца, то гайжо ўсё гэта мне скажу, я паслухаю, калі сумію, то то, што зроблю. Але Марія паказавае, што ёй цікава тое, што ёй каже Бог, ёй цікава тое, што гэн хоча праз яе ўчыніць. І праз гэта яна стала ў пэвным сэнсі той паўной ласкі, як казаў Габрыэль на самым пачатку. Пўнэя ласкі гэта тая, яка гэтую ласку прыняла як дар за яе затякаваўнаць, за яе так сама ахвоту браць ў дзел ў плані збаўлініў ўсяго чалавецца. Маці Божая мінавіта такая, яна, якая вучыць нас затякаваўнацьці справані Божамі, якая вучыць нас такой маліцві, каб мы ўслухаўваліся ў тое, што ён нам кажа. А не тулькі пераводзілі тэму на ту, якая наибольш карыстнае дзел мені. Яна так сама тая, якая вучыць нас не блакавацца на маліцві, каблі чуўм, штосці тяжкое, часамі невыгадная для нас, бо гэта не значыць, што гэта штосці благое, бо часамі незразумелая рэчы, які нават патрабуць некай ахвяры являюцца вялікай ласкай для кожных аз нас, як у Маці Божай. Гэтае звіставанне, гэтае падчатце дзіцябаў ў Лоні ёй пагарджалы жыцьом, што яе сям'я, якую ёна напэлна даражыла, магла дзіцці зруйнавацца ў адзін миг, што Юзеф мог яе аддаліць, ведым, што нават хатсіў так учыніць. Гэта ўсчо блоў галаві Марыи, аднаке, она не заблакавалася, не сказала, я нічога не веду, мая хата с краю, як мы вельмі часто любім казаць, а лё вайшла ў гэта, не разунеючо да канца давярала Богу той темі, яку ён ёй запрапанаваў пачас гэта диалогу, ведаючо, што Бог заўсёды хоче дабра, што хоче нашага освячэння, хоче, каб мы балі на узор Божай Маці, полныя ласкі. А прача ўсяговы шай сказанага, Марыя для мене ў справі маліцві гэта той узор, які дае прыклад маліцвы працяганай, такой разцянутый на ўсё жыцчо. Усё жыцчо Маці Божы, якуе мы ведым са святуха Евангелі, якуе нам перададзе, яно асабіста для мене зявляецца такой маліцвай калекты. Калекта гэта такая маліцва, якуў моліцца святар пачас святуюншы, гэта маліцва паўля слоў молімся адбываецца адразу перад літургією слова. И гэта маліцва ў паўном санці переводецца як паўны збор. У гэтую маліцву святар якбы сабірае важную думку о сьогоднішній літургії, напрыклад, некай урачастосцца альбо ўспамінуні якого святуха. Тому вельми важна, как мы праты і сёстры пачас святуюншы ўслухоўліся ўсловыў калекты, кій маўцца святар. Яны нас ўводзець ў літургіў, ўводзець ў туў таймніцю, кую мы перажуваем щанне паўчас Эухарысты. Дык вось жычо Маці Божы гэта такая калекта, збор важных рэчоў адносно Бога, які она сабрала ў гэтым своім жэці напаўнила сабі малітвэй. Хой наў сэнсі она таяла була, якая ўсім своім жачём неастом намалілася. Неастом намаліцца. Памятайце, што аб гэтым нас прасив Йесус Хрыстос пад час маліцы ўсаде Алиў, лиўн прасив апосалы, помаліцца со мной, ну, вицеце, што мне тяжко, вицеце, што mów distributed 13 мыў своей присутностью, чувствуете. Однако кто там апостол? Ну, спать починить, это всех будить, ну, вставайте. Годины чувствовать со мной молиться не могли. И каже, мне стомно молиться. Мне стомно молиться. Складанная такая речь, правда? Это чтобы было здесь так или по-детячему заразуметь в это слово и постоянно сидеть у костеля, постоянно мозолить колени, постоянно обмавлять некие патеры, рожанцы, джетантки и так далее. Конечно же, не в этом сенс. И не в этом хотел наш Забавитель нам сказать аданосно неосновные молитвы. Я, когда здесь зараз это слово Езуса Хрыста, больше так разумею, когда вспоминаю тое, как себе поводила моя бабуля, которая, мужу-чуля, является для меня таким ноузбитым веры. Она по-саправдам была тое, которая молилась за учеты. И она рабила знак крыжа, вставала, встала молитвы, пока укралася, на память усе там едва, усе там молитвовники, какие-то у тебя было махчамы. И она рабила знак крыжан, кали шла працовать, кожную працю она працала, цветки от знака крыжа. И потом, яна як пацинала палось там, бараки, че што, то она спевала усе религийные песни, яке помнила, усе там молитвы, чаровцовые, маёвые, яке там у ей были записаны, яке, я не веду, на что они брали гэты свои сшитки, те еще был записан, яке мы еще знали на память. Просто для такого, просто для культуры, что что стимают в руках. Моя бабуля еще ведала на память. Яна палола бараки, яна молилася. Яна шла с кемси на размову, яна молилася. Яна перед крыжом, перед костелом, перед кожной важной справой, яна рабила знак крыжа. Пазней пекла хлеб, доставала его из печи, наим ножом рабила знак крыжа. И казала, у меня и цая сына и Духа Святого. Избивала масло, рабила масло, посередине был знак крыжа. Нават вам так скажу, что коли у нас кололи кабана, и был такой момент перед тем, як яго уже разделить, дед падыходзил, рабил знак крыжа, и пазней рабил ножом таксама такий надрез у кшталте крыжа. Кажут, что дякую Богу за то, что нам дал гэтую ежу. И действи так сегодня гэта сузярают, что можно было бы сказать такого крыстянского кшталту, такие забабоны и традиции. Але сегодня я бачу гэтам павную глубинью и багатся. Бо гэта и ёсь, а да бляск неастомная молитва. Таму што, ну нема такіх рэча ў жуці чалавіка, які б не можна было залучыць малитвы, залучыць знакам крыжа, залучыць со словами падяку Пану Богу за то, что он дае нам. Ці тое доброе, ці тое нават благое, за якое мы вести не прывыкли давать падяку. У гэтам ключу такой неастомной молитвы, тое, што мы павинны ўсё рабить з божым благославленнім, щоня, я як салізіянин, так вельмі добро разумею слова нашыга заснаванні, ка святуга Янабоско, які казаў адносна молитвы, пра такуў молитвы, як суззрання ўдзеянні. Так прыгожа гучыць, не? Суззрання гэта, кшталт той молитві вельмы глыбокая, яка дзіся дакранаець таких асабістык адносянам, размовы с Панам Богом, ў паўном сэнсі, такога містыцызму духовнага. Дай молитвы суззрання, дзіся, заўсёды асэціяція была гэта тых людзей, які былі зафорніками, былі ў такіх замкнённых кляштарах, які пащвачалі больш таким розным пакутам часу, пастамы, пра з гэта утаймовычу сваю чела і думкі, сваю волю, яны больш часу пащвачалі ненавіта молитві суззрання. І тут такі, ўсёв з Боско, які ўвэс час лётае бігае, то з хлапцамі гуляе, то заасновывае некія там сталярні друкадыні, то ходзіць, просіць грошы, то бігае па гэтым будовлем гэтых базілікав, яких параспачынаў цэлую кучу. І гэта талі. А якім суззранні можна казаць вогулі ўжыці святога Яна Боско? Вядыцеце, мы пра акцян за Боско ведым шмат рэчоў і завычайна гэта ўсё дзесці кшталтуецца бакол такіх цукерковых гісторій пра яго, што ўсё було файна, што ўсё гулюбіла молаць, ўн любіў молаць, ўбіў маці Божу, спомаў християнаў, ўсё було крута, пастрою базіліку, адну другую, заснаваў салізянну, салізянак, і ўсё было бэрі хэпі. Но на самым дзелі не ўсё так і было там вэрі хэпі ў жыці святуга Янабоско. Было вельмі шмат падводных камяньоў, було вельмі шмат праблемоў, нават с каўтёном. Добра памятам ту шітуаціў, калі баў паўны такі скандалы, непаразуміння з дзеючым біскупам Турына, калі ён яго нават лішыў махчымасці вправляць ўхарысту, сповядаць, калі паўкорныя кары, павіны баў пакоўрацца, прызнаць сваю віну, што вогулі не датышала святуга Янабоско. Аля адна часова духовныя асобы, які, як я, лечу, ў пэўнам санці гляделі на ксенза Боско зайзраўчу, так сам абвинаваць ўлі яго ўтым, што ну ён не моліцца. Ну калі ксенз Боско павіны моліцца. Бо целый дзень ён з хлопцані, набудовлі, ёззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз выставлены у монстрации. Это не было аж так долго, потому что Ксянца Боско не было часу на такие молитвы. Он имел эти макчимысти, встречаться с Крестовым Гарыстым, с Матой Божьей поразмавлять, но правда является то, что больше всего он летал, он працавал, он делал еще зеление этих душам. И эта справа молитвы Ксянца Боско возникла после его смерти, когда взбирали документы относительно его верификации. По поводу традиции католицки было так, что был человек, який взбирал полные доказы святости этого святого, и был человек, который взбирал некий компромат на его. Суадносивши одно с другим, здесь вынести приговор, как не помылиться, робячи некую особу святым католицком костелом. Этот человек, который взбирал компромат, так традиционно называли адвокат Дьявла. Дык, в то, что он наскроб на Ксянца Боско был аргумент, что Ксянца Боско не молился. И тогда, после чего-то, ну, какое-то полное молчание, какое-то здесь записывало на зале, ну, папа римский, который выступал как полный такой судья, сказал, что как он Ксянц Боско не молился. Ксянц Боско постоянно молился. Потому что все, что он делал, избирание грошей, или учение их катехизиса, или, скажем, листы, которые он тоннами писал всем своим добротеям и собрам, это все было полной молитвой. Этой молитвой с учреждением отдельной, когда он все это охлаждал Богу и сделал это деление, не для себя, не для себя, а для полной зорки. Мы так само, браты и сестры, можем молиться молитвой сужи ранния. Это все зависит от нашей интенции. Как мы будем охлаждать ту же иншу шинку, ту же иншую подельку, ту же иншуе слово. Когда мы по-суправному будем здесь включать у себя эту присутность Бога вокруг нас, и будем так само отчувать, что все, что мы не делали, наша наука, наша праца, то, что мы делаем на кухне, у покоя, у богороди, все можно делать на хвалу Божию. Все должно начаться от знака крыжа, все должно начаться в имя Иисуса Христа. Мне еще один такой момент уразил, так само про мою бабулю связанную. Я не памятаю, мне было 16-17 лет, и наша такая бабуля, такой узор святости, побожности, такая постоянно молилась, стягнул нас в кастел, ночью вечером приходит в субботу, и говорит до меня и до моих двоюродных братов Игоря Андрея, «А что вы, хлопцы, не пойдете на дискотеку?» У нас, так понимаете, челюсть провисла, такая бабушка, такая узор чуть незаконницы была для нас, как нас отправляют на дискотеку. Ну, мы так уже здесь и с подколкой да ей кажем, «Бабушка, ну, это ж далеко, темно, это так 6 километров, треба пройти пешком, а там бьются, а там мачугаются, а там пьют и горелку, и пиво, ты хочешь нас послать на дискотеку?» Бабушка тогда сказала, что это феноменальное для меня, что до сегодняшнего дня я являюсь таким мотиватором. Кажем, ну, я ж вас учила веры, правда? Правда. Ну, так идите на дискотеку, радуйтесь, погуляйте, вы молодые, а для себя возьмите ее со Христа. И отчувайте, что он на вас глядеть, и он побачь с вами, танцет, и он побачь с вами, когда вам будут протягивать водку, купив сигареты. И когда вы будете это отчувать, что он побачь, что он с вами, я не боюсь вас отпускать у лишнего на дискотеку. Вы не сделаете ничего плохого. Это святость, что Христос очень трудно сейчас. Он глядеть на каждый мой учинок и слушать каждое мое слово, а не только, что вот, например, мы тут такие угостели все побожные, а вышелши за Браму тоже еще. Бог нас не бачить, Бог уже здесь пошел, я не знаю, спать, отпочивать, в отпуске он уже ничего не ведает. Ну, давайте не будем так сама нашу веру здесь спускать до узровня такой детенаты, не? Бог бачить еще, и он по-заправдному побачь с нами. Нам просто не хватает этой святости, что он тут за ущоды, и он побачь, а когда он побачь с нами, нам нужно постоянно разговаривать, постоянно вести диалог, неастомно молиться, ничего плохого. А кроме того, что Мария для нас является узором такой заинтересованности у молитвы темы Бога, так сама является узором неастомной молитвы, и она является так сама великой допоможницей у наших вельми недосканалных молитвах, браты и сестры. У середнягетши у королевской Европы был полный звыджий. У короля был такой слуга, который находился в коридоре тронного зала, потому что король заседал со своими князьями, со своими графами, герцогами в тронном зале, например, во время какой-то аудиенции, когда должен был кто-то приехать. А этот слуга ждал перед верным коридором. Такие особи, важные феодалы, короли, духовные особи, которые должны были прийти до того или иного монархого гостя, звычайно, по воду для королевского тагачасного этикету, приносили полный завсюдный дар. Духовные особи, звычайно, приносили королям некие реликвии святых и земель, где они працуют. Имши некие упрыгожники, каштонные камени и так далее. Приносили невелички дары, которые должны были подбадерить короля, показать такой расположенности тут инши особи до этого монарха. Так вот задача этого слуга была тоя, что он в колидоре примал эти дары от этих особов и клау их на такую упрыгожую золотую или серебряную талерку под нос и упрыгоживал их. Кали гэты дар выглядаў, по воду для гоных варшызанатта убога, и мог бы покрыл дзять монарха, што гэты дар уносится як подарунок для его, то гэты слуга павин был яго нектак упрыгожат, некими кветками, лентами, как ён выглядаў больше приватна. И вось, калі ўжо аб'являлась ў тронным зале, што такая-такая ціншая асоба ўваходзіць привітаць короля, то гэты слуга внёс гэты подарунок гэты дар перед ём. Сынавіўся перед королём, рабіў знак паклона, пазній даваў яму капь ён созерну, кароль на той дар. Калі кароль ківну головою, гэта значыць, што ён прынял гэты дар, ён яго ўжа адносіў ў пэвны пакой. І пазній ўжо магло своё привітання выразіць таксама і тая грамата, якая привітаць гэтага кароля. Так вось, аберраты ёшо страймаці Божэ, ў нашу малітовну жэці з'являецца ў пэвном сэнсі ўось таким чалавеком, які сядзіць ў залі троннага, скажым, ў калідоры троннага зала Єзуса Христа, якая чакая на дары. Чакая на тэх, які прадады ёго на аудыянцю. Ну, часамі можа так чакаць вельмідоўка. Бо ёна тахотна хочаць нікаторы прыходзіць на аудыянцю на діалог са сваім каралём, ягоные падданы, не? Але ўсё ж такі, калі мы прыходзім, то малітва, такая нарвальна християнска малітва, павінна завсюды разпачынацца ад падзякі. На жаль, гэта ў нас кульгай. Бо мы разпачынаю малітву так вот саутама, пострыляць ўсімі нашыми пролівами. Божненька дай, Божненька памагі, Божненька спасі і сахарані. Але завсюды малітву треба розпачынаць ад падзякі. А малітва падзячная – гэта дар, гэта подаруна для Йезуса Христа. Тому Маці Божа ўна як бы та, яка прымае гэта дар, дар падзякі, так? Тому молімся ў кастелі празастукніства на сватейшую панны Марэй. І, ну, на жаль, наш дар для Йезуса Христа завсюду будзе таким убогим. Завсюду будзе недосканалым, негодным яго не еліче. Тому Маці Божа ённае така паклікані зябліцца тым, каб гэта ўнашы дарі, гэта ўнашай малітвы упрыгожыць, оздобіць, пакласяць на прыгожы пад нос. І пераданай прынесті до короля, прынесті до свого сына, паказаць. Ну, сынок, зірні. Ян стараўся. Ну, добре, ну, мы разам старааліся. Паглядзі, ўсё ж такі. Ян прынесті біда. Выслуг, палі ласкай, гоня малітвы. І пасля таго, як дар будзе прыняты, мы можам ўжо размавляць з банархам. Можам прасіць яго аптым, што нам так вельне патрэбнае. Тому пастаць Марэй ў нашай малітвы вельне важнае. Калі разважаем пра малітву з Маці Божай, про малітву Марэй, то мені гэта асоцііруюцца толькі выключна з ружанцам, гэта туры кажаў, што гэта такая малітва, такая прылаць для малітвы для баўбушык. А я так не лючу. Бо ўсё тое, што я сказаў ў гэтэй конферэнцы, ў гэтым разважанні каруткім, оно ўсё місцецца ў такім с каручным варянцем навіта ў гэта прылаць, Марэйны прылаць для малітвы. Мы сказаўі, што Маці Божай була та, якая затікавліна жачём Єзусу Хрыста. Она була затікавліна Евангеліем, гэта знаў. Бо Евангелія апісувае мінавіта падзеўі і просьбы, і галоную навіну любові, яку ў прынёс ў нас Єзус Хрысту для всього чвалавеццва. Яна гэта разважанні, яна гэта перажоўна. Яна была той, якая ў паўным сэнце хацела гэта целебраваць, так, як целебруе святары, вернікікі ўдзянечуць падчас Еухарысті. І вось гэта ружаніц, гэта момент ненавіта такога разважанні, неастомнага разважанні над таямніцамі святога Евангелія. Бо святы ружаніц гэта малітва Біблі. Тому я гэта так я не ўблюм. Бо тыя малітвы, які мы маўні тут, ойча наш, вітай Марэя, гэта малітва так стаўцца святога Евангелія. Те таямніцы, які мы разважаем, калкі прашу вас, не таямнічкі, як нікаторые кажучи. Эта не секретікі Ісуса, не? Эта таямніцы. Усе падзеў і ўсе пасланиў Йесуса Хрыста гэта для нас таямніцы, які мы стараемся адкрыт для себе і реалізаваць ў сваў жыці. Мы разважаем так само, як бы неастомна молітвася, неастомна трываючу при Йесусе Хрысте, які он просил. Не спім, але разважаем, молимся. Тому ружанцовая молітва гэта дасканалая молітва з Марыі. Гэта молітва, якая нас прабліжае, паказывае так само Йесусу Хрысту, што мы затікаўлены ім. Я вельмі моцна прошу вас, драгі браты і сёстры, ў сваў малітомну жыці, ў сваўх просьбах, пастарайціся дісті гэта скаладана, а не адварачвайці ўвагу молітвы, діялога з Богом ад сябе. Это не патрэбна. Ёсў моменты, калі мы просім об чумсі, што сті вельмі такоя моцна, што патрабуем да памогі Бога, і Бог кажа, ну прасіці і будзе дадзі на вам. Але старайціся ў малітві таксама адшуць патрэбы Бога. Бо Йесус Хрисус сказаў, я ўже не называю вас слугамі, так? А не называю вас сябрані. А сябра для чого нам патрэбны, драгі браты і сёстры? То, как можна було з ним поразмовляць, как можна було ему штосі да верыць, как можна було да верыць свае планы, свае дісті спадзявані, а таксама сваў бой. І сэрце Йесуса Хрста, яно таксама мае боў, яно таксама мае цярпені. Складані сітуаціў, і на жаў прычына гады слугамі сітуаціў зяўляўся мы наші паступкі рашэнни, всього чалавіцца. Бо ми не адзіны ў Йесуса Хрста. Нас многа ў Його, так? І таму ёсць людзі, які хіфельмі шмат, які прыносяць раны Богу, які прыносяць яму асаматненні, такий момент, што ён становіцца адзін. Яно таксама хоўчо падзаліцца своімі планамі і надзеўмі адносна реалізаціў наші святості, збаўлення. Нас ўсіх, хто належыць до костёла, і не толькі. Яно хоўчо, каб мы ёго паслухали, каб мы булі им зацікаўленым, каб мы пасаправному булі тымі, які хочем праслуховацца. Ми завсюды звертаўам увагу, калі нам блага, калі ми маўм шльозы. Але, ну, Єзус Христос таксама може адчуваць себе блага. Ян таксама може адчуваць моменти самоты, і Ян таксама може плакаць. Бо на гэта даўма прычыны. Таму ў малітві таксама стараўціся выслухаць Яго, заінтарасувацца Йму. І ўчынць ўсё махчыма, каб Бог, глядзячы на наше жыцьо, меў больш прачынды таго, каб усьміхацца. Таму ў гэтым, каб у медытаціў пэті хвіліны пасля разважані, як звачайна, я вільмі вас мацна прашу задаць сабі пытайна. Калі паследній раз пая рука трымалася дыружанець? Але не так, каб ёго адбубыніць. Але пасаправдному, каб разважаючы таямніцы, жыцца, смерці, васкрасяні Єзуса Хрыста, таксама Божай Маці, цякі да гэтага адношыць, ця затікавлены. Ця пачас гэтага разважання хачу вести дыялог. Паказываю свае незразумяні, калі ме нешта так, ну, неуваходзіць адрадзіць. Бо гэтага дапамагае, бо гэтага молітва Мария. Тому задай сабі пытання, калі, колькі разов яго моляшся, і як моляшся свят дыружанець. Бо калі гэтага будзіць пасаправдному серцам, пасаправдному з Марияй, то зробіш Єзуса Христу вільню приємна. Пакажеш, што хочеш як сяба адшуваць яго неправднями, навет дапамагчы йому гэтам. А празгэтай дапамагчы свадлі душы. П'ять хвілін такога разважання. Пасля традиційна помалеціся. Тры вітай Мария. Ну і адмавляйця ружанець. Або гэтым прасіла Маці Божай Упатінь. Вітаманітва Марії із Марії.